Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским Конфликт интересов Причины нынешнего мирового кризиса несколько Это политически мотивированный, ускоренный, зеленый переход В условиях, когда нет экономически осмысленных технологий Искусственный разрыв логистических цепочек По причине острой реакции на пандемию ковида А также беспрецедентные антироссийские санкции Больше всего от этого пострадала Европа Которой навязали такие меры против нашей страны Из-за которых ЕС окончательно утратил субъектность И шансы стать не только политическим Но и конкурентоспособным экономическим полюсом Альтернативным США Обсудим эту тему с профессором высшей школы экономики Кандидатом политических наук Дмитрием Евстафьевым Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте Добрый день Дмитрий Геннадьевич, появилось ли на ваш взгляд В мире понимание причин нынешнего кризиса И есть ли движение со стороны политиков Чтобы его поскорее закончить Есть хорошие новости и есть плохие Хорошие новости в том, что наконец-то понимается Объем, масштаб, если хотите, кризиса Что он носит действительно глобальный характер И затрагивает не только отдельные географические сегменты Общие энергетические сетки, если хотите Например, европейскую или, скажем так, американскую Где наиболее чувствительны ценовые параметры Но и то, что это все касается всего мира Но есть и плохие новости Судя по тем решениям, которые предлагаются Для выхода из энергетического кризиса Вот системность этого кризиса Причины, факторы, которые обуславливают его остроту К сожалению, прежде всего западными Западными элитами неосознны Последнее предложение о переходе с дефицитного тяжелого топлива На экологически чистый керосин, используемый в авиации Говорит о том, что, конечно, все это очень грустно И далеко от осознания технологических цепочек Нарушение которых повлекло нынешнюю глубину экономического кризиса Но при этом кризис не одинаково сейчас развивается Например, в Соединенных Штатах Или, допустим, в Европе Европа как будто бы находится в более серьезном, более тяжелом положении Ну, безусловно Потому что Соединенные Штаты – это страна, которая добывает углеводороды Имеет огромный, по большому счету, стратегический запас углеводородов Прежде всего нефти И, в принципе, способна управлять своей энергетической безопасностью Европа своей энергетической безопасностью управлять не способна И энергетический кризис у нее будет проявляться жестче Именно потому, что ее энергетической безопасностью Начали управлять извне американцы Исключительно в своих экономических, если хотите Употреблю такой термин, карыжных интересах Да, вот я тоже хотел сказать Тут, наверное, вопрос энергетической безопасности Очень тесно переплетается с вопросом суверенитета в целом А почему Европа не может как-то отстаивать свой суверенитет? Ну, потому что суверенитет в современном мире – это явление комплексное Нельзя быть суверенным в одном И отдавать кому-то суверенитет в другом Европа отдала непонятно кому политический суверенитет Да, кто избирал нынешнюю Еврокомиссию, которая загнала По большому счету европейскую энергетику в стратегический тупик Конечно, можно во многом обвинять американцев Что они наживаются на этом стратегическом тупике европейской энергетики Но попала туда Европа самостоятельно Соответственно, непросчитываемые решения Ну, а когда вы отдали непонятно кому политический суверенитет Когда ключи от военного суверенитета у вас находятся в здании В Соединенных Штатах, которые мы именуем Пентагон Когда вы из политических соображений Отказались от наиболее безопасного и дешевого Пути снабжения себя углеводородами И пошли за какими-то фантомами зеленой энергетики Ну, о чем можно говорить Но, учитывая то, насколько сейчас серьезно Европа погружается в кризис Может ли это положение дела измениться? Могут ли они потребовать свой суверенитет назад? Получится ли у них? Ну, конечно, могут Но кто это будет делать? Для этого нужна очень большая политическая воля Если хотите политическая мощь Должны фигуры Причем в нескольких странах не одна фигура Но нужны фигуры масштаба Деголя Как минимум Митерана Черчилля Нужны Маргарет Тэтчер, если хотите Нужны люди, которые посмотрят вперед Ужаснуться тому, куда идет Европа И попробуют пойти в другом направлении Но другой вопрос Что Европа уже слишком далеко Зашла в десуверенизации своей экономики Прежде всего, это ведь началось не в энергетике Это началось в финансовом секторе Финансовый сектор Европы Практически полностью контролируется американцами А контролируя финансовый сектор Можно делать все, что угодно